Я постараюсь, наверное, рассказать достаточно общее о сегодняшнем состоянии дел и перспективах ближайших, обозримых практически, которые нам приходят каждый день. Я немножко коснусь буквально действительно реальных вещей, поэтому вот такая канва выступления. Дальше мои коллеги, насколько я понимаю, по их докладам будут рассказывать о том, что же у нас происходит в реальности прямо сегодня, как с этим бороться и так далее. Возьмем за одно из самых, наверное, известных средств безопасности, которое применяется для охраны периметра. Это контрольно-следовая полоса, наверное, все вам известны. Мы с детства, наверное, в фильмах, в передачах, в рассказах видели о том, что такое контрольно-следовая полоса, как она там нарушается, как пограничники с этим работают. Это такой периметр, который есть, наверное, в каждой организации, каждый его должен для себя, по идее, определить. К сожалению, в данный момент у нас достаточно часто не только в связи с пандемией, но и в связи с большим развитием сетей общественного пользования, в частности интернета, происходит размытие этого периметра. И мне очень большой аналогией кажется состояние именно нашей государственной границы во все времена, потому что у нас настолько большая страна, что техническими средствами, страшные слова можно говорить, минными полями, железными заборами с решетками, всю нашу территорию оградить невозможно. Поэтому основное средство, которое сигнализирует о нарушении государственной границы, это все-таки контрольно-следовая полоса. Достаточно ли этого? Ну, не знаю, может быть, кому-то достаточно, потому что если организовать все со стороны, ну, так называемой бумажной части, комплайнса, документальной части, расписать все акты, строго регламентировать процессы, кто куда идет и так далее, ну, может быть. Это необходимо для всех, но вот достаточно в данное время, ну, явно не для всех, и сейчас я дальше расскажу, почему. Недостатки контрольно-следовой полосы в том, что оно сигнализирует о том, что периметр был нарушен, но не сигнализирует каким образом, не сигнализирует для чего, не сигнализирует даже зачастую в какую сторону. Ну, наверняка, там, все видели байки про то, как переходят контрольно-следовую полосу, там, задом наперед, одевая всякие, там, специальные приспособления на ноги и так далее. То есть сама сигнализация о том, что периметр был нарушен, она есть. А вот для чего, кем, когда, все это информации, ну, к сожалению, нет. То есть сегодня мы сталкиваемся с чем? С тем, что у нас есть, ну, как бы общий набор такой, я достаточно, там, коротко попытался его изложить. Общий набор угроз, с которыми надо бы бороться, да, то есть это вот, там, угрозы именно сегодняшнего дня, про которые, там, может быть, вчера еще, там, никто не говорил, ну, там, за исключением первой задачи, это, там, превентивное обнаружение угроз, все пытались ее как-то решать на уровне кадровой ли безопасности, там, проверками кадров, на уровне ли информационной безопасности, там, использованием фаерволов на периметре IPS-ов, IDS-ов, различных приспособлений. Либо, если там, все это происходит на уровне собственной безопасности, физической безопасности, допустим, объекта или, там, охраняемой территории, то это все было, происходило, там, с увеличением технических средств. К сожалению, это, как всегда, борьба между броней и снарядом. Ну, наверняка вы слышали, там, в газетах очень много писали, в газетах, во всяких средствах массовой информации, очень много рассказывали про то, что некая пара китайских граждан, нарушив биометрию, сняла, там, какую-то большую сумму денег в переводе на доллары, что-то такое, около 30 миллионов наличных. Почему это происходит? Потому что это вечная борьба брони и снаряда, и чем больше увеличивается, там, толщина брони и ее противоударные свойства, тем больше придумываются разные, там, обходные пути. Либо, если там нет обходных путей, то придумываются, там, более взрывоопасные вещества, да, для того, чтобы пробивать больше свой брони. У нас некоторое время назад появилась технология дипфейк, которую там начали рассматривать как угрозу биометрии. В перспективе все на все это дело наплевали, посмотрели, сказали, ну, там, несерьезно. То есть это происходило где-то на уровне так называемых свопфейсов, на уровне всяких приложений в телефоне и так далее. То есть сделать достаточно качественный дипфейк человека, который бы обходил биометрию, считалось очень дорого. И основными экспертами в этом были люди, которые ставят спецэффекты для киноиндустрии. Ну, насколько я помню, там, в последний раз начиналось все с суммы около 15 миллионов долларов за 10 секунд вставки, ну, там, неживого персонажа в фильм, еще кого-то, камео, что-то такое. Заканчивалось все это год назад с суммами где-то около 15 тысяч долларов за секунду такой генерации. Сейчас это может сделать, ну, практически любой школьник в интернете из браузера, взяв готовую модель и просто там регулируя ее мышкой. Достаточно большой прорыв был компанией NVIDIA, которая предложила всем свои мощности для того, чтобы это делать. То есть вы действительно можете, там, зайти на сайт MetaHuman, зарегистрироваться, там, выбрать себе какого-то, там, персонажа мышкой, буквально ничего не понимая, там, раздвигать ему брови, еще что-то, там, добавлять глаза, добавлять зубы, там, добавлять мимику. И все на мощностях компании NVIDIA, где-то там далеко в интернете, на обочных, оно обрабатывается, у вас на экране происходит только, как бы, реалистичная анимация персонажа. Вам нужно только взять готового человека, ну, фотографию готового человека и привести его к форме, когда, ну, к той форме, которую вы хотите реализовать. То есть для этого ничего не нужно, я прямо сейчас говорю, да, то есть для этого нужен доступ в интернет и все, и компьютеру, в котором работает браузер. Не нужны там никакие 3D-видеокарты, не нужны процессорные времени, ничего не нужно. Можете потом сами посмотреть. Все это развивается с каждым днем, и стоимость таких дипфейков, соответственно, она начинает падать. Мы все видели там фильмы, в которых как раз биометрические системы безопасности используются там для прохода на какой-нибудь серьезный объект. Ну, военный, там, коммерческий, это уже без разницы. То есть пытаются снять сетчатку, радужку, глазоснимок для того, чтобы сопоставить. Пытаются там сделать фотографии в нескольких ракурсах. Ну, видели, да, подходит человек к двери, его заставляют поворачиваться, там, моргнуть, приставить глаз. Сейчас это все не работает, соответственно, абсолютно. На многих мобильных устройствах, там, айфонах, андроид-бейзит устройствах есть распознавание по лицу, и достаточно долго пытались говорить о том, что работает это или не работает. То есть можно там насильно человека заставить посмотреть в камеру, чтобы разблокировался его телефон или еще что-то. Сейчас для этого ничего не нужно, сейчас для этого достаточно достать фотографию человека. Ну, чем больше их будет, этих фотографий, тем больше вы сможете там реалистичнее смоделировать и обмануть как раз биометрию этого мобильного устройства. Комплексные утечки информации. Комплексные утечки информации, они как бы известны очень давно. Я не знаю, я сейчас расскажу, что я имею в виду под комплексными системами. Спрошу, у вас кто-нибудь борется с этим или нет. Комплексные системы утечек, это утечки, когда источники информации не связаны с друг другом. Ну, классической считается история про польского журналиста, который во времена войны 1812 года пытался продать карту расположения с численностью армии. Французской армии, как они располагались. Его очень долго ловили, в конце концов поймали, считали шпионом, пересылали по разным ведомствам о Франции. Никто не мог ему поверить, пока не решили сами реализовать этот процесс. Он просто брал местные газеты, взял обычную карту и на последней странице обычно печатались либо некрологи, либо поздравления с каким-нибудь днем ангела, либо рассказы о том, кто о ком женился. И всегда это выглядело примерно так, о том, что там поручик такой-то, сыграл свадьбу с девицей такой-то, на свадьбе присутствовали там рот мистеренского полка, полковник такой-то и так далее и тому подобное. Зная там стандартную численность полков в рядах войск французской армии, он абсолютно спокойно выписывал все эти данные, приклеивал их на газетку, вернее на карту. В итоге у него получилась очень близкая к реальности карта расположения французских войск Польши. В наше время это все называется обработкой бигдата. Кто-то с кем-то поговорил, кто-то с кем-то там встретился. Это как бы, ну такой достаточно вроде как безобидный источник. Но тем не менее, если мы видим о том, что там люди при встрече там достаточно бодро общаются, обнимаются, что-то друг другу показывают на мобильных устройствах, значит они как-то достаточно близко знакомы, значит мы можем предполагать, где там когда-то они пересекались. Здесь, по-моему, нет никакого противоречия. Если это происходит, то мы можем абсолютно спокойно считать, что одним из источников утечки, ну если мы расследуем какую-то утечку нашей информации, является как раз вот там круг общения. Мы публикуем там публичную отчетность и говорим в ней, ну я не буду называть компанию, это прям вчерашняя новость. В ней говорится в публичной отчетности о том, что персонал одного из подразделений компании был нарощен в два раза во время пандемии, и в той же публичной отчетности говорится о том, что траты во время пандемии, так как не нужно было организовывать там мероприятия, на которые направлено это управление, у нее упали по публичному отчету в два раза. Отсюда мы можем абсолютно спокойно посмотреть там на сайте нашей налоговой службы, которая все это дело собирает, простите, какую налоговую декларацию вытащили в этом году или в следующем году руководители этих компаний. Отсюда мы можем сделать вывод, сколько средств, которые были потрачены на непосредственную деятельность компании, было неправильно перераспределено в счет вознаграждений топов компаний, которые обязаны выкладывать свою отчетность. Это достаточно там разные источники информации, но это как бы простая схема, которую можно связывать. И таких связей мы можем там обнаруживать очень и очень много. Кто-нибудь с этим борется в своих компаниях? Ну вот именно, возникает вопрос, как с этим бороться. Точно так же, как бороться с угрозой, ну вот так называемой угрозой дипфейков в отношении биометрии. Мы не можем ничего придумать, там на текущий момент, допустим, как это можно ограничить, потому что мы не знаем, что будет завтра. Технологии развиваются очень быстро, и мы все время готовимся ко вчерашней войне. Тем не менее, в этой области нужно тоже прикладывать усилия, мягко говоря, знать о таких угрозах. Это угрозы полумифические. Я поэтому и постарался картинку из известного вам произведения вытащить, потому что они полумифические. Обычно мы сталкивались с такими полумифическими персонажами, как хакеры. Ну, потому что, когда ловят одного хакера, вдруг выясняется, что он как бы в одиночку-то ничего особенного-то не умеет. И в одиночку он это вряд ли мог бы сделать. А все это героизируется на уровне каких-то Кевинов-Митников, фильмов и так далее. Обычно это часть организации. В части организации, ну, это как бороться со спрутом. Там каждую отрезанную часть можно заменить. Это непосредственные угрозы, которые, вот на примере как раз дипфейков в отношении биометрии, очень хорошо видно. То, что год назад еще никто не считал серьезным, потому что, ну, в частных порядках не хватало мощностей. Да, хотя бы для этого. Сегодня это такая реальность, прям вот я не могу даже не посмотреть на своего генерального директора. Я ему рассказывал сегодня о такой реальности, которая произошла. Эти угрозы, тем не менее, они могут пресекаться достаточно, там, достаточно стандартными способами, которые мы и сегодня используем. Просто нужно понимать, что мы делаем. Нужно понимать угрозу, из чего она состоит. И нужно понимать, как эту угрозу мы можем хоть на каком-то уровне нивелировать, противостоять и так далее. Ну, то есть мы не можем попросить компанию NVIDIA о том, чтобы она создала сервис, наверное, о своих мощностях, который будет там распознавать все эти сгенеренные персонажи, сгенеренные фотографии, сгенеренное видео. Ну, потому что во всем мире есть там определенные требования регуляторов отраслей. У нас в России свои, за рубежом свои, и отдать это в руки частной компании достаточно сложно, потому что мы уже видели, что происходило с господином Трампом, который сам, кстати, был не раз жертвой дипфейков, когда его выбросили из Твиттера и заблокировали аккаунт на Вечной. Никто с этим ничего сделать не может, кроме руководства и владельцев этой компании. Средства – это возможность. Какие средства для этого нужны? Средства для автономного профилирования. Ну, если мы говорим не об общем мире и не стараемся нести благо прямо всему миру сразу, а говорим о том, что происходит у нас в компании, это средства для именно автономного профилирования сотрудников по паттернам поведения. Достаточно часто рассматриваются такие параметры, как вдруг он стал посылать больше писем или вдруг он запросил другую информацию. Нет, это никому не нужно на сегодняшний момент, вернее, это недостаточно далеко на сегодняшний момент, потому что такое средство должно быть автономным. Для него должны быть автономные источники и различные источники данных. Профилактика инцидентов ИБ, ну, профилактика – это всегда учения какие-то, занятия какие-то или еще что-то. То есть если мы подразумеваем о том, что у нас может произойти вот такой инцидент, как обман биометрии, которая где-то используется в офисах, где-то можно приложить ладонь для того, чтобы пройти куда-то. Или у многих на ноутбуках есть считыватель там фингерпринтов, отпечатков пальцев. То мы должны пробовать, что мы будем делать в этом случае. Я уверен о том, что у 99% из тех, кто присутствует, модели угроз этого нет. Ну, или я не прав. Дальше, ну, такое, я очень долго думал, как же все-таки это сформулировать. У меня не получилось кратко, поэтому получилось. Вот анализ с точки зрения сотрудника для обеспечения сохранности коммерческой тайны компании. Ну, это практически анекдотичная ситуация, когда приходят, там, говорят, вот отдай нам информацию, предлагают деньги там или еще что-то. Он говорит, нет, у меня денег достаточно, все хорошо, у меня репутация, все такое прочее. Говорят, отдай нам ее за очень большие деньги. Говорят, нет, там еще что-то, у меня все прикрыто, не собираюсь ничего. И в итоге говорят, ну, что ты, вот свою жизнь там меняешь, защищаешь на жизнь конкретного персонажа, ну, там, директора банка. Для многих можно найти в этом плане ключик. И этот ключик, соответственно, нужно знать, понимать и пытаться ему противодействовать. Знаете, это как в анекдоте про то, как директор там агентства пообещал заставить покончить жизнь самоубийством там троих людей на выбор. Ему привели там француза, немца, американца. С американцем он разобрался просто, рассказал о том, что он банкрот, и все плохо, его дети банкроты, и они не имеют права занимать никаких должностей и так далее и тому подобное. Тот прыгнул с моста. Французу он долго все это рассказывал, тот ему рассказывал философские причины, почему это его не волнует. В итоге он рассказал о том, что он встретился с его любовницей и женой, повстречал их вместе, и они обе сказали о том, что он как бы не очень состоявшийся мужчина. Для него это было большим шоком, он тоже прыгнул, русскому он очень долго-долго рассказывал все то же самое, там страшные кары, обещал, русский не прыгал. В итоге там, когда решили о том, что эксперимент не состоялся и спор проигран, он сказал о том, что с этого моста прыгать нельзя. На что русский сказал, да видал я ваши законы и спрыгнул с моста. То есть каждому человеку можно найти ключик, я вам пересказал просто коротко, там в анекдоте методичку, там, одно из спецслужб по этому поводу. О чем молчат злоумышленники вообще, откуда они берут информацию, опять же, это большие данные, как основа атаки и так далее. О чем говорят изменения, кто-нибудь знает, какие у вас паттерны поведения сотрудников? Мы не можем лезть в личную жизнь, да, как бы там, если там что-то не происходит, то на уровне компании, ну то есть рождение ребенка, развод сотрудника или еще что-то там, смена фамилии, те данные, которые отражаются в наших системах. Тем не менее, из них мы можем собрать обезличенные паттерны и попробовать их там локализовать. Какие реальные угрозы таятся в этих данных, то есть, которые мы сами не замечаем, я вам только что попытался рассказать, да. Это не про молчи-молчи и неосторожно оброненное слово, это просто про ту информацию, которую мы даем всем и всегда. Соответственно, если вы там публикуете свои данные в интернете, в фейсбуке у вас много фотографий, вы должны понимать о том, что ваш там мобильный телефон можно взломать по лицу, как бы достаточно просто и не надо надеяться на это. Ну, я утрирую. Алексей, большое вам спасибо.